Скандал на миллиарды. Богатейшие люди планеты за один день потеряли баснословные суммы. И все из-за негативных публикаций в прессе о Трампе. Чего еще ждать от разборок по-американски? Дмитрий Анопченко из Вашингтона. Скандалы до сих пор били только по рейтингу Трампа. Но теперь зацепили уже американскую экономику. Биржа лихорадит. Агентство Bloomberg выяснило 500 богатейших людей мира. По итогам торгов в среду за один только день потеряли 35 миллиардов долларов. Акции подешевели после очередной порции публикаций. О скандальном разговоре Трампа с Лавровым. И о назначении спецсоветника для проверки российского вмешательства в выборы. И связи команды Трампа с Москвой. Потери огромные. Билл Гейтс в один момент лишился миллиарда долларов. Основатель Фейсбука Марк Цукерберг и того больше потерял 2 миллиарда. И это еще не самое страшное. Акции многих банков просели сразу на 5%. А это уже удар не только по отдельным компаниям. Но и по стабильности финансовой системы Соединенных Штатов в целом. Слова «деньги любят тишину» тут повторяют часто. И бизнесу не то чтобы нужен Трамп у власти. Ему нужна стабильность. Но ею и не пахнет. Я призываю сегодня к импичменту президента США за препятствование правосудию. И делаю это не в политических целях. А лишь потому что верю в великие идеалы за которые выступает эта страна. Журналисты из пола конгресса, с которыми я говорил сегодня утром, признаются, общались со многими демократами неформально, не под запись в кулуарах. И выяснили, что для противников Трампа это всего лишь пробный шар. Ни голосов, ни оснований для импичмента у них конечно же нет. Но озвучив этот месседж, впервые озвучив его с трибуны, для них важно было прислушаться. А как Америка отреагирует? Как отреагирует на саму идею возможной отставки главы государства? Республиканцы в конгрессе, тот же Маккейн, резко выступили против. Но дело сделано. Месседж, что импичмент в принципе возможен, запущен. Сам Трамп считает, пресса и оппоненты не объективны. Он дал совет выпускникам Академии береговой охраны. Но эти слова прозвучали, как его собственное размышление о том, как действовать дальше его команде. Боритесь и боритесь, никогда не сдавайтесь. Посмотрите, как ко мне относились в последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, я говорю это с уверенностью, не обращались хуже. Трампа можно понять, пресса зачастую к нему действительно недоброжелательна. Но похоже, события развиваются так, что дальше тон публикации в американских СМИ будет только жестче. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...